это интервью было бы невозможно без наших партнеров компании имшоп ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла быстро эффективно омниканально и с программой лояльности я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки имшоп точка дорогие друзья всем привет и добро пожаловать на канал digital voice меня зовут филип лапковский я ведущий этого канала и сегодня с вами поговорим ну как всегда про ритейл но не совсем как всегда потому что сегодня про особенный формат в общем без долгих прелюдий сегодня нас гостях станислав колосков директор по маркетингу и программе лояльности сети первый выбор привет 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 слушай я на секунду даже когда говорил сейчас первый выбор но во первых в один первый выбор а во вторых у вас же есть классная приставка такая hard дискаунтер вот расскажи пожалуйста немножко про то что такое первый выбор и почему что такое hard дискаунта что это за формат да давай расскажу есть наверное правильно начать с градации то есть действительно есть на рынке несколько вариантов дискаунтеров да если так можно назвать то есть мы hard дискаунтер есть просто дискаунтер есть там те кто хотят быть дискаунтерами так далее и в чем наше основное отличие в чем наша основная задача то есть у нас достаточно ограниченный ассортимент но этот ассортимент подобран максимально точно по потребности покупателей да и у нас нет излишнего выбора то есть покупатель приходит к нам в сеть и видит буквально один-два бренда на полках уже по минимальным ценам того же понятного качества которые они получают других магазинах у дома но это не изобилие это буквально один-два бренда и соответственно мы закрываем достаточно большое количество потребностей всю базовую потребительскую корзину но без этого выбора и покупатель точно знает что придя к нам он получит минимальную цену она там от 10 до 20 и выше процентов может отличаться от магазинов у дома а если говорить про дискаунтер просто то это обычно чуть больше матрица товарная если у нас это 1200 из каю то в обычном дискаунтере может доходить до 3000 то есть это почти в два раза там даже два раза больше из каю то есть ты получаешь все-таки выбор и на мой взгляд это как раз модель которая не супер сильно отличается от обычного магазина у дома и по сути вот это размывается граница мы придерживаемся прям закрытой матрицы то есть у нас никогда не будет там больше 1200 из каю потому что у нас ограниченное пространство у нас четко очень подобран ассортимент для покупателя вот в принципе в этом разница но и ключевое конечно это модели и длп то есть every day low price мы декларируем это и в принципе все наши цены действительно отличаются от конкурентов магазина дома на как я сказал 15-20 процентов где-то даже выше то есть человек приходя точно экономит с нами слушай прикольно а это достигается за счет стм-ов или за счет того что вы продаете тот же продукт в основном за счет операционной модели то есть у нас даже наш такой слоган есть это ничего лишнего и действительно так и есть у нас уже уже опираться у нас нет лишних каких-то действий которые приводят к дорожанию например в стандартных форматах у дома очень часто меняются ценники как ты знаешь да то есть ты можешь прийти там сегодня по одной цене увидеть захват это уже другая цена мы стабилизируем ценник мы меняем их там буквально один раз в неделю и в ограниченном количестве то есть тем самым уменьшая операции на розницу у нас меньше персонала мы возим более правильными логистическими плечами потому что мы большими объем объемами возим товар то есть мы не тратимся на частую подгрузку мы убрали там какие-то супер дорогие ремонтные истории да то есть у нас выкладка поштучная в коробке если знаешь что лидл да это европейский гигант в принципе который для нас таким является бенчмарком мы по сути строим вот такой европейский hard дискаунтер но вот на локальном рынке то есть ты приходишь в магазин он достаточно приятный а приятный он с современными сервисами функции то есть у нас есть ксо у нас есть выпечка там об этом сегодня еще да поговорим но за счет того что мы не тратим на операции не вкладываем супер много денег в маркетинг а точнее сказать почти не тратим я думаю тоже сегодня об этом поговорим мы получаем возможность делать ниже маржу и очень хорошую плотность продаж на квадратный метр за счет того что люди нас выбирают именно поэтому первый выбор отвечая на вопрос да почему первый выбор потому что мы являемся первым выбором для нашего покупателя да интересно но при этом вы находитесь в крупной сети являетесь частью крупной сети магнит и hard дискаунтер расскажи просто в градации внутри магнита hard дискаунтер есть ли обычный дискаунтер и что находится там дальше после обычного дискаунтер ну смотри в принципе да мы у нас очень много разных форматов действительно магнита и такое ключевое направление это сейчас как раз выделяет hard дискаунтер потому что мы видим в принципе как динамика развивается как рынок растет если там смотреть последние отчеты то мы видим что hard дискаунтер по моему второе место по динамике после ком занимает да и очень агрессивно растут и это тот формат в который там большие надежды и в котором мы сейчас вот так один как отдельный бизнес юнит развиваемся за очень быстрые сроки запустили там бренд запустили там cvp формат стратегию собрали команды вот сейчас активно масштабируемся есть в магните моя цена это обычный дискаунтер про который я вот рассказывал сейчас раньше это там две с лишним тысячи из каю чуть ниже цены но там другая история другой другая выкладка другие принципы другой cvp есть обычный магазин у дома есть магнит семейный есть магнит гипер это огромное есть даже оптовые направления и сейчас еще вот экспериментируют в ульта конвининс это если знаешь 7-11 такую да тоже сетку то есть это минимальная площадь с минимальным выбором товара ты пришел быстренько там буквально в тапочках зашел купил себе что-то что необходимо и убежал это ультра конвининс который сейчас тоже в экспериментах дело то есть по сути такая задача магнит как групп компаний закрыть все покупательские там покупательские паттерны покупательские корзины в разных его проявлениях например я хочу поехать на дачу я поеду там большой формат например да я хочу купить быстро его дома я забегу в магазин у дома или ультра конвининс я хочу рационально подойти к своей покупке это вот hard дискаунтер я знаю что мне не нужен большой выбор я просто хочу сэкономить мне этого достаточно но не есть там все базовые базовые возможности купить это вот мы ну и так далее то есть вот мы делимся по паттернам потребительским корзинам мы делимся по кастом или по позицию то есть это то что мы вкладываем там в бренд и то что клиент видит на полках и поэтому мы друг друга не комбилизируем и достаточно неплохо себя чувствуем когда открываемся там буквально значит 100 метров друг от друга в этом плане обогащаем друг друга даже да действительно интересно и ну такое понятное разделение понятная матрица кинескоп сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики поведенческая аналитика seo-оптимизация в плеере и другие инструменты подробности по ссылке в описании кинескоп.io.ru не можете определиться с выбором digital подрядчика рейтинг рунета лучшее место для выбора есть рейтинг под все популярные услуги куча фильтров позволяющих выбрать подрядчика по цене опыту отзывом рейтинг рунета.ру ссылка в описании хочется сразу задать вопрос если это такой тренд и тем более что он второй после marketplace в нашем любимом диджитале то что насчет онлайн продаж как же доставка hard discount delivery смотри вот в этой модели в принципе кто-то сейчас какого-то там ноу-хау не открыл у нас сейчас задача масштабировать то что мы уже научились делать мы меньше чем за год открыли там уже почти 100 магазинов как я сказал там буквально за 34 месяца собрали команды запустили первых арт-дискаунтер и сейчас их там 96 и мы конечно пока стабилизируемся мы пока масштабируемся ищем очень много гипотез тестируем где-то естественно ошибаемся и мы точно пока вот ближайший год не пойдем в онлайн по понятным причинам потому что наша маржинальность пока не дает возможность покрыть последний мир и там да и все операционные затраты которые лежат но мы скорее всего будем думать про историю с кликом коллект да когда мы говорим что это как первый террас когда мы говорим что вот все готово для вас приходите только заберите и насколько я знаю там наши ближайшие конкуренты тоже делают историю них нескольких магазинах работает доставка с партнерами но это пока не масштабированный проект то есть все пытаются найти правильную модель которая позволит с одной стороны быть в тренде как ты правильно сказал с другой стороны все-таки зарабатывать на этом деньги да и не только быть в тренде но еще и сделать из этого какой-то нормальный профит для бизнеса пока вот каких-то супер кейсов нет но будем пробовать будем смотреть интересно но при этом у вас есть некое цифровое присутствие искать вас в яндексе зайти на ваш сайт то он в общем рассказывает про компанию рассказывает про то как найти магазины можно все на карте увидеть и при этом вот предлагает скачать некое приложение и потом я понял что это все-таки такое в фьюшное приложение расскажи почему такое решение почему решили именно в таком формате делать приложение такое что оно в основном про лояльность нежели чем про покупки да все правильно хороший вопрос на самом деле первая причина это скорость то есть надо понимать что магнит это огромная корпорация с огромным количеством ресурсов с огромным количеством бэклогом по текущим мобильному мобильным приложениям и продуктам и мы когда сели думать что нам необходимо мы запускали лояльность а тоже лояльность нам такое немножко инновационным попозже про это поговорим тоже модель запустили не совсем стандартно для рынка и мы поняли что если мы пойдем сейчас нативку и будем разрабатывать долгую платформу и так далее то мы уйдем там но как минимум в год а времени этого не было поэтому приняли решение запустить прогрессе по пледа ты правильно говоришь в пью но она там немножко адаптирована под разные устройства и по сути у нас сейчас нет каких-то пластиковых карт у нас есть только вот в пью ты можешь получить его через иконку на рабочий стол открыть ну как приложение в принципе воспользоваться и функции приложения пока только накопление виртуальной валюты которую там покупатель может обвинять на какие-то привилегии дополнительные но это только естественно первый шаг мы запустили mvp мы планируем развивать приложение и скорее всего возможно будем думать о том что превратить его в полноценную нативку но это там тоже не этот год то есть это отвечает вопрос mvp версии которую надо было запускать быстро мы хотели начать уже агрегировать данные наши покупатели да и кстати вот могу сказать что у нас на 1 мая было 100 тысяч клиентов ожидает на самом для молодой сети это довольно неплохо имеешь ввиду клиентов в базе да это те с кем мы можем коммуницировать уже то есть это неплохая цифра для такого количества там объектов да поэтому магазинов то есть мы активно растем несмотря на то что хардискаунтер вроде как еще и про взрослую аудиторию естественно да то есть к нам приходит и 60 плюс потому что мы еще и социальную функцию несём но это логично когда пенсионеры бабушки дедушки ищут себя возможность сэкономить естественно наш клиент мы с удовольствием их обслуживаем с удовольствием там предлагаем для них нашу продукцию но несмотря на это вот достаточно неплохо растем в базе данных в клиентах постоянных клиентах и так далее вот и тут напрашивается на вопрос про маркетинг потому что аудитория ваша действительно понятно люди которые рационально относятся как ты говоришь к покупкам и приходят купить оптимальную корзину только основных продуктов наверное не столько думая о бренде сколько думая о финальной цене как до этих людей правильно достучаться если нет понятно в digital наверное вряд ли нужно много вкладывать как до них достучаться какие модели коммуникации для вас там наиболее эффективно да смотри я даже мы здесь недавно дискутировали в комьюнити в каком-то маркетинговом там одном из и я даже придумал такой термин как old formans да то есть если есть есть брендформанс есть перформанс у нас old formans на самом деле у нас маркетинг сейчас из чего заключается в чем состоит это первичный трафик в локальные в магазины что что это значит это весь комплекс супер локальных гео инструментов которые нам позволяют насытить знания про магазину в рамках какого-то города то есть мы естественно не идем масштабными флайтами например это могут быть классические инструменты супер гео в диджиталке и мы их используем это может быть локальные посева в телеграм-каналах там и так далее ну то есть каком-то вы например подольске мы выбираем там самые мощные группы и рассказываем что у вас открылся магазин но а на самом деле самый лучший эффект дают вот истории из рук в руки да то есть листовки это истории связанные с наружкой какой-то это с указателями с физическим присутствием то что можно отдать в руки и вот мы как раз в этом комьюнити смеялись то что действительно 100 старые олдовые инструменты да они могут сейчас отрабатывать для ряда сетей сильно лучше особенно с учетом инвентаря до отсутствия инвентаря в онлайне для того чтобы достичь своих целей и у нас получается такой некий микс когда мы на старте помогаем магазину выйти в его там был он там постоянный трафик вкладываем в него денег достаточно активно привлекаем первичную аудиторию и дальше эту аудиторию уже уводим в лояльность и там начинаем с ними работать на цепочку ретеншина тут уже как все классическом маркетинге никаких секретов нет надо просто уметь правильно с ними работать в коммуникации коммуникационной платформе интересное сейчас начал говорить про классические инструменты я вспомнил почему-то слово штендер который был лет 10 назад стендер растяжки то есть вот даже знаешь условно полузаконные всякие прицепы газели там это отрабатывает когда-то когда ты открываешь магазины в деревне где-то на втором на второй линии тебе естественно нужно покупательский путь проложить к этому магазину таким образом чтобы даже если не знаешь что он открылся то мог до него дойти беспрепятственно а как это невозможно это сделать онлайн инструментами ты естественно физически доводишь клиента то есть мы у нас прям реально натурально мы проводим большую работу по пути клиента до магазина и каждая локация мы ее отсматриваем по видео мы ездим смотрим там наши менеджеры по отделу развития рассказывают как идет покупатель как он видит наш магазин с этого ракурса как с этого ракурса и вот мы считаем что на порах развития очень важно иметь классную визуализацию классную вывеску и чтобы нас читал то есть бренд он это сам магазин в первую очередь а для того чтобы этот бренд сам магазин нашли нам необходимо вот эти физические присутствия все что можно сделать визуально в аудор там да мы это пытаемся использовать ну плюс промоутер как я сказал и всякие истории с диджеями с музыками тогда то есть я в какой-то момент думал что вроде это же уже все сколько мы это же сколько времени прошло там дарики мегафоны вот это то есть а как же там диджитал но на самом деле получается такой классный микс то есть мы с молодежью общаемся там где они присутствуют и мы их получаем там в каналах там телеги вк там и так далее а те до кого не можем достучаться это вот классика все старые поэтому это олд форманс который мы пропагандируем активно вот интересно на самом деле потому что когда мы начали сейчас говорить наверняка кто-нибудь и зрители и слушатели подумал так не поняли а маркетинг кто-то тут причем если основная фишка это просто ну типа недорогой дешевый товар а вот видите друзья дорогие получается что на самом деле маркетинг это вообще основное на чем вообще все это держится потому что про это нужно правильно рассказать и правильно преподнести а какие если говорить про программу лояльности то какие акции какие вот только монетарные какие-то предложения и плюшки на сегодняшний день вы используете или бывают какие-то немонетарные предложения которые тоже приводят клиентов да ну смотри вот я как раз сказал про то что мы в какой-то мере уникальную программу лояльности запустили мы запустили лояльность как раз не на привычные принципы кэшбэка бонусах и так далее потому что как я говорил мы достаточно низкомаржинальные да и мы не можем себе по пенель позволить просто давать еще какие-то дополнительные скидки и в принципе в модели и делопии у нас нет промо нет скидок то есть ты когда придешь в магазин ты не увидишь ни одной скидки в магазине у тебя и так уже цена ниже мы просто не можем себе позволить и клиент приходя к нам покупатель видит эту цену он уже понимает что ну все некуда больше ниже и поэтому нам это была сложность для того чтобы придумать классную механику которая с одной стороны стимулировала включаться в эту программу лояльности а с другой стороны она не была скучной и вовлекала там аудиторию мы разработали виртуальные звезды мы их так называем которые покупатель накапливает в вопию приложение то есть он делает покупки за каждые 700 рублей он получает себе звезду на виртуальный счет и эти звезды он обменивает на привилегии привилегии что такое привилегии это например специальное предложение при объемной покупке привилегии это может быть какие-то коллекционные вещи когда ты одно приобретаешь другим и у тебя там чуть ниже цена получается то есть это не прямой дисконт это комплексное предложение которое с одной стороны позволяет клиенту сэкономить на большой покупки например на комплексной покупки а с другой стороны он понимает что делая покупку у нас вот с этими объемами он получает какой-то до профит и он еще больше экономит и вторая фишка которая сейчас уже работает это вот у нас есть собственные пекарни мы даем возможность клиентам вечером после восьми с карты лояльности за половину цены забрать выпечку чтобы порадовать себя свежей выпечка да и на ужин там или на завтрак с удовольствием ее съесть там за за пол цены ну как я сказал это такая нулевая фаза я бы назвал мы дальше будем развиваться у нас есть там классные уже механики задумки которые мы будем чуть позднее запускать но пока это вот выбор купона выбираешь купон обмениваешь звезду свою на этот купон который тебе необходим и идешь его на кассу покупаешь предъявляя свою карту в принципе все да интересно и при этом очень интересно что ты сказал нету вот этого вот старая новая цена как мы любим перечеркнута красная значит этого нету а обычно именно это у людей ассоциируется с тем что тут выгодно и получается что вы такой пример того что не обязательно крупным красным шрифтом писать что у нас скидка для того чтобы сообщить клиенту что есть какая-то выгода можно делать как делаете вы но насколько вот наверняка вы делали какие-то тесты вот эта история с там красными буквами скидка с словом скидка и так далее против того чтобы просто написать низкую честную цену люди это реально считывают понимают я думаю что сейчас это основной вызов то есть смотри да то есть такой есть понятие perception да в восприятии в маркетинге и наша как раз сейчас задача чтобы с первого контакта с брендом дать понять нашу аудиторию что действительно цена ниже и в принципе искать нет смысла какую-то другую релевантную там похожую замену а мы это делаем опять за счет вот тех самых каналов про которые тебе рассказывал то есть во всех наших коммуникаций присутствует продукт цена мы их называем там товар герой да если можно так сказать которые мы максимально на них опускаем цены для того чтобы действительно было понимание что ну например ты знаешь что этот продукт точно стоит там столько там 100 рублей например в привычных магазинах мы делаем такую цену нас настолько привлекательны чтобы человек считывает цену понимал что все но это уже максимальный потолок как бы ниже ниже некуда и задача вот в первом контакте с брендом эту информацию дать через все доступные каналы коммуникации мы это доносим и ты правильно спросил мы естественно делаем замеры у нас есть и сайт там и нпс мы там еженедельно измеряем смотрим что как нас считывают клиенты и был момент когда вот мы поняли что ценовой индекс который мы декларируем который мы пытаемся выдержать он пока не сто процентов ассоциирует нас с сегментом как раз самой низкой цены и это вот наша работа которую мы сейчас делаем то есть мы получаем там довольно неплохой трафик магазин но это точно говорит о том что у нас есть еще огромный сегмент аудитории который дойдет до нас когда мы научимся максимально правильно это декларировать это доносить до аудитории кажется что это просто на самом деле не очень потому что нужно очень четко попасть в баскет то есть в корзину покупателя попасть в это ожидаемый продукт который даст ему вот это вот понимание что действительно ну как бы нет смысла искать что-то дешевле и эта зона наверное зона конкуренции с другими игроками в этом поле и те игроки у которых есть сейчас больше инвестиций они конечно могут большими охватами об этом рассказывать а мы вот пока точно это делаем интересную штуку ты сказал по поводу того что можно можно тот же продукт купить в обычной сетке там в условном магазине у дома может быть в зеленом может быть в красном может быть синим там в каком-то другом мне можно купить дороже и я не помню пример вот я сейчас пытался вспомнить то ли это какой-то иностранный был пример то ли это российская в какой-то момент был такой магазин который прямо писал на ценниках что у нас это стоит вот столько а вот за столько можно купить это в других магазинах они прям логотипы помню ставили по моему это иностранный пример насколько вообще это рабочие модели и планируете ли вы что-то такое тестировать или может уже тестировали. Смотри, это хорошая история. На самом деле, мы вообще считаем, что вот этот индекс экономии, так называемый, естественно, хочется об этом рассказывать и пытаться это как-то вот в голове аудитории остаться. Я там не могу сказать все, что мы будем запускать в ближайшем будущем, но абсолютно правильная мысль ты говоришь, что помимо вот этой социальной функции, того, что мы говорим и действительно даем эти цены, мы очень хотим, чтобы клиент покупал, покупатель понимал, что приходя к нам и затариваясь у нас, он получает вот эту экономию. И это делать можно через разные инструменты. Одно дело, как ты сказал, сравнивать с другими конкурентами, а в другой истории можно действительно показывать эту экономию, можно сравнивать себя с какими-то брендами класса А и говорить, что вот, ребят, сравните. То, что законом разрешено, у нас, как ты знаешь, много что делать нельзя на территории Российской Федерации, к сожалению. Хотя, если изучить западный опыт, ну тебе точно лучше. Там делать нельзя гораздо больше, чем у нас, и это нам это закручивание, я думаю. Да-да-да, и поэтому какие-то вещи обходим, какие-то вещи делаем, но хочется, да, прям показывать эту экономию на самом деле, чтобы покупатель не просто визуально это воспринимал, но еще и в кошельке своем это чувствовал. Но мы к этому придем, это есть ряд инициатив на эту тему, да. Прикольно, прикольно, интересно. Я, на самом деле, когда увидел, у меня первая мысль была, что у вас должно быть все в СТМах. Потом я чуть-чуть подумал и понял, что все-таки СТМ, скорее всего, это, значит, вложить деньги сразу в производство, в товар, положить его себе на склад, а тут все-таки поставщик, отсрочка, и это, конечно, интереснее. Ну, ты знаешь, кстати, по поводу СТМ, есть же, да, примеры, когда действительно СТМ довольно быстро замещал ассортимент базовый, мы чуть другим путем, потому что у нас есть СТМ, ну, пока их немного, их там буквально три-четыре бренда, но это те категории, которые мы постепенно заменяем, постепенно вводим, то есть нет такого... Как раз то, что вы нарабатываете ту самую статистику, чтобы понять, что не жалко положить на склад, потому что оно точно... То есть тут такое, знаешь, нужно выдержать микс, когда ты понимаешь, что если ты уберешь резко бренды категории А, то ты потеряешь в трафике, но это такая история, которую, естественно, никому не нужно. Ну, я назову название, уж простите, вашего одного конкурента, он ваш прямой конкурент, вкусвилл, вот, но мы все их знаем, у них определенная своя с точки зрения позиционирования маркетинга уже точно там в головах вроде и выработалась ниша, и в какой-то момент они же пришли к тому, что не получится только СТМами, что придется на полке поставить известные бренды. Хочешь, не хочешь, люди за ними все равно приходят, и их нужно иметь для ассортимента, а то в какой-то момент люди просто за этим брендом пойдут в другой магазин, и там начнут удовлетворять полную потребность в корзине, и это хорошо. Да, интересно. Слушай, ты начал говорить по поводу того, что программа лояльности, значит, помогает вам аудиторию собирать. Расскажи, вот обычно KPI, с которым я всегда сталкиваюсь, когда запускается программа лояльности, это процент от цифровки. Его по-разному называют, там, пенетрация программы лояльности, процент от цифровки чеков. Вот там у вас процент от цифровки чеков примерно, ну, какой и насколько ты доволен тем, как программа лояльности, как люди вообще в нее включаются, да, насколько получается ее людям продавать? Да, смотри, я там цифры какие-то пока не буду называть, потому что мы только на стадии раскрутки, но смотри, мы на самом деле, мы идем по нашему плану, то есть мы стратегически закладывали себе проценты пенетрации, абсолютно верно, мы ставили себе изначально фокус на пенетрацию и на то, чтобы начать уже агрегировать эти данные, но сейчас мы декомпозируем этот KPI до более глубокого, то есть нижнего уровня, то есть мы хотим наращивать пенетрацию вот этих самых купонов, про которые я рассказал там, да, и для нас сейчас очень важно научиться давать правильные офферы аудитории, там где-то в персонализацию уходить, когда мы начинаем максимально правильно подбирать спецпредложения, если их так можно назвать, для нашей лояльной аудитории. Плюс нам очень важно запускать новые фичи, то есть новые фишки, новые привилегии в приложении, которые дадут возможность удерживать аудиторию. И фокус первичный сейчас, конечно, на пенетрацию, но там очень много внутренних KPI, то есть мы сейчас следим за CLV, например, мы понимаем, что мы точно знаем, сколько там средний клиент тратит у нас в сети за какой-то период, ну понятно, что мы видим средние чеки, которые там отличаются от клиентов с карты и без карты, мы уже начинаем там на цепочке ретеншн какое-то взаимодействие, то есть у нас каскадируется основное KPI, пенетрация в другие мелкие, но во главе, конечно, это, во главе цифровка, то есть пенетрация в РТО, в товаре обороте и пенетрация в чеках. Нам важно, чтобы наша программа лояльности была вовлекательной, да, чтобы люди в нее подключались, устанавливали наше мобильное приложение себе там на телефон и так далее, веб-приложение, и это сложная задача, потому что сам себе формат, как я сказал, он предполагает определенную долю целевой аудитории более старшей, но нам нравится эта задача, мы стараемся даже ту аудиторию, которая сейчас не супер-френдли мобайл, да, мы ее пытаемся всякими разными интересными фишками подключить к программе лояльности. Интересно. Слушай, если говорить про вот стратегическое развитие и в целом про рынок продуктовый, да, там, FMCG-шный в России, то, ну, кажется, что действительно уже вот максимальная сегментация настала у рынка, и как ты видишь, куда в целом развивается рынок? Вы наверняка знаете, просто видите эти многие тренды, отчеты эти. Если в целом посмотреть на рынок FMCG в России и вот такого FMCG-ретейла, то какие ключевые тренды ты можешь выделить? Смотри, да, я бы выделил таких несколько покупательских трендов. Первое, то, что мы видим в отчетах, что начинает чуть-чуть нарасти покупательская уверенность, то есть если, ну, понятно, турбулентность была очень большая несколько лет подряд, да, и люди уходили в режим жесткой экономии, то с каждым там кварталом чуть-чуть позитивнее становятся тренды, то есть люди все-таки начинают приходить как бы в себя и там восстанавливать свои траты на привычные категории, в том числе и FMCG-ринг, и там хорика начинают как-то там подрастать, фастфуд растет активнее и так далее. И это мы видим в том, что люди начинают более активно возвращаться там в наши форматы, и второй тренд, который от этого тоже, естественно, зависит, это вот как раз рациональность. Вот эта экономность перешла в рациональность, она переходит все больше и больше, когда люди понимают, что уже нет смысла действительно себе пытаться найти что-то максимально там дешевое, либо какой-то большой выбор, то есть люди начинают рационально тратить свои деньги все больше и больше, тем самым выбирая вот как нас, как формат, как хард дискаунтер или дискаунтер, понимая, что да, я могу, например, закрыть свою потребность в каком-то классном вине там, в азбуке вкуса условно, пойти купить что-то себе там на ужин быстренько в магниту дома, а вот хочу затариться дешевле и сэкономить там, не знаю, тысячу рублей, я пойду в хард дискаунтер. И на самом деле все исследования сейчас показывают, что брендов в FMCG в корзине покупателей уже там порядка семи, я могу ошибаться точно, цифры. То есть это семь разных брендов, которые ты в течение там периода своего там покупательской активности можешь использовать, начиная вот от каких-то премиум, плюс появляется специалитет, ты правильно сказал, вкус его, который закрывает абсолютно свою нишу, и ты там находишь свой продукт. Вот даже пример там, неправильно маркетологу там про себя пример говорить, да, ну вот на моей семье там, да, можно сказать, что у меня супруга там заказывает онлайн в одной сети, покупаем мы домой в другой сети, я приезжаю там, покупаю в третьей сети, ну то есть вот этот микс, он семейный там, до семи брендов вполне себе доходит. И вот этот второй тренд на рационализацию, он как бы сохраняется. Плюс, третье, то, что по рынку, если сказать, то, как я говорил, мы видим, что динамика хард-дискаунтеров очень-очень позитивная. Понятно, что не будет такого агрессивного роста, наверное, на протяжении там пяти лет, но это точно там тренд двух-трехлетний будет держаться. Очень сильно насыщается рынок, если говорить про X5, там, чижик, который там просто агрессивно растет, у них уже там, они сильно дальше убежали. У нас было там опоздание на какое-то время там по развитию в этом плане, что мы чуть позднее стартовали, чем они. И как бы, по сути, мы им дали фору, которую сейчас нужно набирать быстрее. И мы видим тренд, вот, восходящие истории с хард-дискаунтерами и то, что он действительно занимает второе место в доле роста. И это вот связано, на мой взгляд, с рационализацией в первую очередь. То есть даже молодая аудитория, молодое поколение забегает к нам купить сникерс и там какую-то газировку, экономя на этом бюджет там семейный там, да, или стипендию, и понимает, что это тоже, ну, он классный магазин, он понятный. То есть там нет каких-то там страшных развалов, там грязных полов. То есть он довольно приятный по дизайну, такой светленький, просторный. И, конечно, почему бы и нет. И вот это такая четвертая тренд, который сейчас сильно-сильно прослеживается. Интересно, а у каких в основном форматов вот этот формат хард-дискаунтеров будет отъедать аудиторию? То есть, ну, будет ли нужен в будущем формат обычных дискаунтеров? Я думаю, что да, это будет такая постепенная трансформация. У кого мы тоже видим gain and loss отчеты, естественно, смотрим их. И основной переток – это гипера, естественно. Сейчас гипера, ну, особенно в больших городах, в миллионниках, люди все-таки, ну, мы по себе это знаем, перестают делать такую огромную закупку в крупных гиперах. И мы потихонечку и магазины у дома, и хард-дискаунтер оттуда забирают долю. Плюс доля очень сильно уходит в специалитеты, такие как красный, белый и тому подобное, которые закрывают очень понятную категорию с определенным набором продуктов, но растут тоже колоссальными темпами, и там они у нас чуть забирают. То есть такое, знаешь, переток из одного в другое, но больше всего, на мой взгляд, теряют сейчас, конечно, гипера, особенно вот в некоторых регионах, когда нужно сделать что-то уникальное, что тебе позволит расти вот в этом тяжелом огромном ассортименте с огромным капексом, с огромными инвестициями в стройку. Нужно находить ту самую модель, которая тебе позволит все-таки оставаться на плаву и не терять трафик. Вот, наверное, а, ну еще, естественно, и КО, безусловно. Игросери – это тот тренд, который, ты знаешь, наверное, что Магнит Казань Экспресс недавно приобрел, да, и это уже полноценный игрок на рынке мартеплейсов. Это игросери, которые, в принципе, как доставка развиваются. Это, конечно, колоссальный просто рост, и очень много игроков, которые, агрегаторы тоже мы все их знаем, да, которые возят продукты из сетей. То есть это рынок, который растет, и мы, конечно же, прекрасно все понимаем, что тренд на быструю доставку и покупку продуктов домой, там, через полчаса с доставкой – это, конечно, там тоже тренд, который сильно-сильно растет. Да, интересно. Ну, конечно, все сложнее и сложнее времена для торговых центров, потому что и кино, в общем, как-то так ушло на второй план из пандемии в последующие годы. Ну, а теперь, соответственно, вот этот вот паттерн – приехать и уж закупиться так в целый багажник, чтобы потом все это, значит, перечисать и вытаскивать домой тоже. Ну, в общем, действительно, это какой-то немножко атовизм, мне кажется. А все остальное фэшн уже перетек настолько в маркетплейсы. Десять лет назад всем казалось сумасшествуем, а теперь это наша действительность и реальность. Слушай, очень интересно. Стас, спасибо тебе большое за такой прямо вот подробный и краткий рассказ о новом тренде. И я думаю, что для многих это станет таким интересным открытием и звоночком, потому что вот если это происходит в Groceries, возможно, такие же истории можно ожидать, и они будут происходить в других категориях. И мы видим это в международных брендах, когда появляется атлэжер во время пандемии, появился новый такой фэшн и тренд, когда, ну, типа повседневная вещь, но при этом она из атлетических материалов, тех, которых делают обычно спортивную одежду. И вот люди стали ходить, в общем, это как будто бы брюки, но они, знаешь, сделаны из материала как спортивные. И ты выглядишь как будто бы классически, но они там тянутся, значит, дышат вообще там водонепроницаемые и все такое. И тут же на это напрыгнули какие-то безумно дорогие бренды, типа там Lululemon в Америке и так далее. Они, значит, там, ну, дорогие, понятно, супермаржинальные, все это в Китае делается. И тут же появились ребята, которые говорят, мы тут делаем такое же, но, в общем, тоже с красивым сайтиком, с красивым инстаграмчиком, красиво, инстаграм метод запрещенной в России организации. Значит, но при этом делаем это засильно дешево. Короче, это понятный такой тренд, наверное, он будет как-то пронизать. Друзья, напишите нам в комментариях, что вы думаете, возможно, вы замечаете уже, что этот тренд где-то есть в вашем рынке, где работаете вы или где-то вы его уже видели. Стас, тебе спасибо большое, желаем успехов в развитии, я уверен, что мы будем все чаще и чаще видеть ваши магазины. Спасибо большое, спасибо, всем пока. Спасибо большое, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok